Всем привет! Сегодня к чаю приготовим вкусный быстрый десерт без вас не с тестом. Для него нам потребуется вишня. У меня здесь 750 грамм. Я ее хорошенько вымыла и теперь буду отрывать хвостики и удалять косточки. Я для удаления косточек сегодня использую обычную булавку, вот такую. Вы же можете это делать так, как вам удобно. После того, как вся вишня почищена, выкладываем ее на сковородку. Добавляем сахар по вкусу. У меня вишня достаточно сладкая, поэтому я добавлю только 3 столовые ложки. Сюда же столовую ложку крахмала с горкой у меня кукурузной. Перемешиваем хорошенько и варим до загустения на среднем огне. Перемешивать нужно часто, даже практически постоянно, для того, чтобы крахмал не подгорал. Вот такая замечательная начинка у вас должна получиться в итоге. Я сейчас выключаю огонь и оставляю ее остывать. Дальше берем полкило творога. У меня домашний сепараторный. Магазины тоже подойдет. Добавляем к нему одно яйцо. Сахар по вкусу у меня 4 столовые ложки. Пакетик ванильного сахара. Одну столовую ложку без горки манки. Все это хорошенько перемешиваю. Вот посмотрите, творожная начинка уже готова и теперь еще в конце нужно приготовить соус. Для него я взяла 150 грамм 15% сметаны, добавила одно яйцо и 2 столовые ложки сахара. И теперь все это нужно перемешать. Перемешивать нужно до растворения сахара, чтобы он не был крупинками. И вот такой соус должен получиться. Ну и теперь последний штрих. Все собираем. Для этого нам потребуется лаваш. Он обязательно должен быть свежий, чтобы хорошо сворачивался. Вот сюда, на вот эту часть, где я буду выкладывать свою начинку, я кладу еще вот такой кусочек, как подкладку. И на нее выкладываю половину творога. Затем сверху на творог выкладываем половину вишни. Берем соус и вот эту всю часть, сухую, совсем немного смазываем. Много не мажьте, потому что лаваш будет расползаться. И теперь все это дело очень аккуратно заворачиваем. Вот примерно вот так у вас должно получиться. И сейчас я сделаю еще один точно такой же рулет. У меня готово. И свои рулеты я выкладывала на противень, устеленный тефлоновым ковриком. Вы же можете использовать обычную пергаментную бумагу. Теперь берем соус и хорошенько смазываем оба рулета. Соуса не жалейте, его должно быть как можно больше. Я вот даже один раз смазала, дала постоять 2 минутки и смазываю еще раз. Так будет вкуснее. Все, ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов примерно минут на 30. Ну а там уже смотрите по своей духовке. Вот такая очень красивая выпечка у меня получилась. И теперь я оставляю полностью остыть. Остывшую выпечку по желанию можно присыпать сахарной пудрой, либо полить растопленным шоколадом немного, как я. И сейчас я разрежу и покажу вам, как же это выглядит в середине. Вот посмотрите, такой десерт получается очень вкусный, красивый. И к тому же он просто готовится. Мы сейчас с удовольствием попьем чай. Ну а если вам понравился рецепт, то готовьте. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного.